В пригородном Уральску посёлке Зачиганск обустроили 30 новых мусорных площадок. На территории посёлка ведутся работы по установке закрывающихся и передвижных контейнеров для ТБО, для удобства горожан и мусоровывозящей компании. Кроме этого, местный Акимат приобрёл 80 новых евроконтейнеров. Несмотря на проводимую работу, горожане остаются недовольны качеством обслуживания. Всё чаще в нашу редакцию обращаются недовольные жители Уральска, которые жалуются на заваленные мусором дворы и площадки. С их слов, в городе катастрофически не хватает мусорных баков, а работа коммунальных служб не выдерживает никакой критики. Тому пример мусорные контейнеры, находящиеся на пересечении улиц Абая и Курмангазы. Ну я говорю, что вот это творится здесь, вообще безобразие, мы уже вообще устали от этого, честное слово. Нам вся воня идёт в квартиры. Мало того, что у нас вот без конца вот эти вот наполняются вот эти вот, как её, ну вот, ямы вот эти вот, вонища. И отсюда выводят, успевают, когда успевают, когда суббота, воскресенье, могут вообще не приезжать. Завал вот так вот здесь вот всё лежит, всё лежит. Это ужас, мы устали уже от этого, честное слово. Хоть вот караул кричи и всё. По словам директора коммунального предприятия, который занимается вывозом мусора в городе, главной причиной того, почему они не справляются с поставленной задачей, является нехватка рабочих и спецтехники. Чтобы в городе не было проблем с мусором, необходимо повышать тариф за комуслугу. Тогда и рабочие будут получать достойную зарплату, и технику можно будет обновить. До сих пор у нас 50% всего парка в изношенном состоянии, более 15 лет уже работают. Есть мусоровозы, которые уже 20 лет проходили. Вообще коммунальная техника, которая работает с мусором, она обновляться должна каждые 5 лет. В общем, 5 лет отработало, всё, надо уже машину списывать, по идее. Конечно, мы понимаем, что у нас специфика такая, и мы бы готовы ещё больше им поднять зарплату, но, к сожалению, нынешний установленный тариф не позволяет нам этого. Несмотря на имеющиеся проблемы, местные власти прислушиваются к горожанам. Тому пример посёлок Зачиганск. Ведь в текущем году там установлено 30 новых мусорных контейнеров. А ведь мусорные площадки совсем недавно выглядели именно так. Горы мусора и зловонный запах. Получается, что мусорная площадка передняя часть высота 1,8 метров, задняя часть в 1,6 метров, основа гайчекатный рифленный лист, точная 3 миллиметра, общая квадратура 9 квадратных метров. Потом здесь установлен пандус для манёвра мусорных контейнеров, потом основание, каркас. Всё это из профильной трубы и усиленным ребром жестокости. На территории посёлка ведутся работы по установке закрывающихся и передвижных контейнеров для ТБО, для удобства горожан и подрядной организации. Кроме того, Акимат посёлка приобрёл 84 новых евроконтейнера. На сегодняшний день их разместят с учётом просьб горожан в тех местах, где они наиболее необходимы. Евроконтейнеры также являются передвижными и имеют объём 1 кубический метр, что облегчит сбор ТБО спецмашины. В прошлом году в посёлке Зачиганск было установлено более 20 новых мусорных площадок. По словам ответственных лиц, новые евроконтейнеры намного удобнее, нежели старые металлические, так как, во-первых, они очень лёгкие, их легче передвигать тем, кто вывозит мусор. Во-вторых, это эстетический вид, они красивее и смотрятся намного лучше. В-третьих, то, что у них есть такие ограждения, из-за которых они не смогут во время дождя или ветра разбрасываться по улице, разлетаться, соответственно. Ну и в-четвёртых, самое лучшее, это то, что цена, они намного дешевле, почти в два раза, нежели старые контейнеры. О мусорном вопросе в городе можно говорить вечно, но при этом не стоит забывать, что чистота в первую очередь зависит от нас всех. Дана Керимбаева, Виктор Прутков, Александр Грабарев, телеканал ТТК-42.